Кинематограф А люди, сидевшие в зале, испугались при виде приближающегося к ним поезда. На самом деле, это такой, как всегда, миф, потому что первым фильмом братьев Люмьеров был выход рабочих с фабрики их отца, который производил, собственно, фотопластинки. И вот идея создания движущихся изображений — это была идея, связанная с рождением кино. Собственно, кинематограф — слово, оно складывается из двух слов, вернее, таких древнегреческих слов, их корней. Первое означает движение, а второе означает изображение, изображать или рассказывать, скажем так. То есть, иными словами, кинематограф рассказывает о чем-то в движении. Что это означает? Это означает, что мы рассказываем о жизни, которая происходит в кадре, у нас двигаются предметы, у нас, естественно, двигаются люди, у нас происходит движение эмоций. Иными словами, в кинематографе, как мы сегодня понимаем, в идеале мы проживаем жизнь других людей. Вот самое главное, что дает кинематограф, это такая машина времени и пространства, которая позволяет вам в течение двух часов, переместившись мысленно, а поскольку мы идентифицируем себя с героями, всегда мы супереживаем героям, мы хотим с ними жить ту жизнь, которую они проживают на экране, мы перемещаемся с ними на экран, проживаем в хорошем фильме, забывая полностью о том, что в нашей реальной жизни происходит, и мы проживаем полностью их жизнь, которую мы видим на экране. Это уникальная возможность обрести чужой опыт. За два часа мы приобретаем иной опыт, тот, который в жизни нам подчас, слава богу, не предстоит прожить. Потому что этот опыт может быть крайне негативным, этот опыт может быть уроком навсегда. Нам же не обязательно, условно говоря, совершать преступление и попадать в тюрьму для того, чтобы чему-то научиться. Мы можем это увидеть на экране. Мы можем на экране прожить жизнь огромного количества людей, совершивших дикое количество ошибок. Мы можем подготовить себя внутренне к испытаниям, которые нас обязательно ждут, потому что каждого из нас в жизни ждут испытания, потери близких, болезни, неудачи, провалы. И кинематург, в этом смысле, наделяя нас возможностью приобрести опыт, готовит, по сути, к жизни, готовит к тому, чтобы, обретя этот опыт, вдохновиться и найти внутренние силы для того, чтобы преодолевать то, что нам предстоит. Это очень простая и очень общая вещь, но она всегда дает себе знать, когда мы проживаем подлинную жизнь, когда мы вдруг испытываем подлинное переживание. Настоящее кино – это всегда сильная эмоция. И самое главное в кино – это эмоция. Я сразу говорю, что в кино, я говорю, на данный момент нашей с вами истории, так сказать, условная, применяя, так сказать, условный термин не по отношению к двухчасовому показу в кинотеатре, а ко всему тому, что сегодня называется аудиовизуальным производением. Будет это сериал, как «Чернобыль» или длинный сериал, во многих сезонах рассказывающий одну историю, современный роман. Или это двухчасовый фильм, который традиционно и стал, собственно говоря, кинематографом. Значит, самое главное в кино, если вы в литературе понимаете, что литература пользуется, ее главный, так сказать, инструмент – это слово, и складывая слова, писатель создает образы, ну, условно говоря, там «Тихий дон», «Черное солнце в конце», или «Умирающий Аксинья» и «Хватающий за ногу ее Мелехов». Это удивительные образы, созданные словами. В музыке это звуки, из звуков складывается мелодия, а в художественных произведениях – линия и цвет. А что в кино? Вы понимаете, что в кино является языком, что дает возможность складывать? Это так называемый монтаж. То есть монтаж – это чередование кадров разных крупностей, которые создают совершенно новое качество и новое понимание. То есть на самом деле все, что я хочу сегодня вам попытаться очень коротко за эти наши 45 минут или, если у вас будут вопросы, чуть больше рассказать, я хочу просто вас заинтересовать тем, что восприятие кино может быть значительно более богатым, более разнообразным и более глубоким, чем просто возможность посмотреть в течение какого-то количества часов на экране историю, увлечься ею и забыть о ней. Потому что внутри кино есть язык, есть уникальные, совершенно особые характеристики каждого отдельного автора. Но точно так же, как вы узнаете по длинным периодам стилистику Льва Толстого в литературе, точно так же легко опознать кинематографиста. Люди, которые полюбят кино и научатся в нем разбираться, они обязательно научатся разбираться в стилистике и сразу поймут. Например, фильм великого советского, российского режиссера Андрея Арсеньевича Тарковского. Он опознаваем моментально, это сразу. Не потому что там что-то в кадре особое, то, чего нет ни у кого. Оно снято иначе, оно смонтировано иначе. Там свой ритм, там своя возможность. Однажды мне попался длинный кусок крупно снятого короля экрана Ивана Мажухина. Что он переживал и по какому поводу, я уже плохо помню. Важно, что артист старательно придавал своему лицу некую эмоцию, вероятно, относящуюся к определенному моменту какой-то любовной трагедии. Так как кусок Мажухина был достаточно длинен, я его разрезал на более мелкие части и соединил с другими кадрами, тарелкой супа, девушкой и детским гровиком. Переживания человека на экране становились различными. Каждый раз выражение лица Мажухина соответствовало смыслу данной монтажной комбинации. Из двух кадров возникало новое понятие, новый образ, незаключенный в них. То есть сопоставление оказалось по выразительности сильнее содержания отдельных кусков. Иными словами, он придумал, занимаясь совершенно случайно, у него было время сидеть у монтажного стола. Монтажный стол – это место, где собиралось кино. Причем в те времена кино, в отличие от нынешних времен, которые, естественно, монтаж, где, когда происходит цифровым образом в компьютере, тогда клеили огромное количество кадриков. Причем тогда еще не было возможности кадрики видеть на экране и смотрели так на просвет. Вместе склеивали. И вот он пытался понять, на самом деле, что можно сделать из монтажа. Собственно, понятие монтажа возникло тогда, когда один из создателей кинематографа, выдающийся французский режиссер Жорж Мельез, снимал на площади, на большой площади, это знаменитая история, такая из разряда кинематографической мифологии. И камера у него остановилась случайно в тот момент, когда через площадь проезжала какая-то запряженная лошадьми телега. Он ударил по камере рукой, она не завелась, он несколько раз это сделал. И она завелась, и она завелась в тот момент, когда уже через площадь шла похоронная процессия. И что он увидел, когда пленку проявили и обработали? Он увидел, как неожиданно телега превратилась в похоронную процессию. И это было первое понимание того, что столкновение кадров на экране рождает некий новый смысл. Иными словами, Кулешов продвинулся дальше. Он взял, если вы обратили внимание, одинаковое лицо, одно и то же, один и тот же кадр. Один и тот же кадр великого в те времена самого популярного российского актера Ивана Мажухина. И сопоставил его с разными другими кадрами. И совершенно удивительным образом оказалось, что в каждом из трех случаях, которые он продемонстрировал, лицо воспринимается зрителями совершенно иначе. В одном случае оно обозначает жажду, в третьем случае оно обозначает нелюбовь, подозрение, скепсис. Иными словами, знаменитая формула, которая в кино называется 1 плюс 1 равняется 3. Почему? Потому что два значения, два кадра, склеенные вместе, рождают третий смысл. То есть в один кадр человек смотрит, второй кадр стоит чашка, третий смысл состоит, что человек хочет пить. Совершенно удивительное открытие монтажа, которое на самом деле привело к тому, что кинематограф начал развиваться. Чем еще отличается кино от театра, например? Понятно, что ты тоже проживаешь историю, ты тоже рассказываешь историю. Но самое главное, что в кино есть возможность подойти к человеку, увидеть его лицо, проследить за выражением лица, увидеть тончайшие представления об эмоциях. То, чего нет в театре. В театре, в современном театре, если вы уже приходите, он мультимедийный, и слава богу, он пользуется огромным количеством технологических возможностей, но все равно, так как это делает свободное кино, не делал никто. И, соответственно, можно рассказывать истории, удивительно точно и эмоционально погружаясь во внутренний мир человека. Это позволяет монтаж. Равно так же, как монтаж позволяет переноситься из одного места в другое, когда человек выходит из комнаты и на следующую секунду оказывается на улице. Вам же не нужно обязательно показывать, что он выходит из комнаты, закрывает дверь, спускается по лестнице или вызывает лифт, выходит из парадного и вдруг оказывается на улице. Нет, следующим кадром он на улице. Вы мысленно дополняете. Это и называется монтаж. Собственно говоря, с монтажом очень многие экспериментировали, но этот удивительный и длительный способ исследования человеческих возможностей, которые позволяют рассказывать историю, на самом деле революционно продвинул, вы, наверное, слышали, а может и не слышали, черт его уже знает, это самое большое русское имя в кино долгие годы было. Этот человек, чей фильм возглавляет традиционно в списке там 100 лучших фильмов во всей истории кино, это Сергей Михайлович Эйнзенштейн. Сергей Михайлович Эйнзенштейн придумал, что не обязательно, сказал он, сочетать два кадра. Он сказал, ну зачем, ведь когда мы сочетаем два кадра, самое главное для нас оказывается их склейка, то есть вот то, что происходит между ними, не то, что в них. А дело в том, что Эйнзенштейн был увлечен очень японской культурой. И он знал, что в японской культуре самое главное – это иероглиф. Иероглиф сочетает в себе смыслы. И что означает «сочетает в себе смыслы»? Например, слово «слеза» складывается из двух иероглифов – «Вода и глаз». И он сказал, зачем нам два кадра? Мы можем все сделать в одном. И он начал сочетать в одном кадре. Вот. Это классический кадр из Эйнштейновского фильма «Иван Грозный». Ну, это история власти. То есть, с одной стороны, что бы сделал Кулешов или великие режиссеры? Они бы сняли отдельно людей, столпящихся в очереди. А это как раз тот эпизод, когда Иван Грозный удаляется в Александровскую слободу и живет там, и он ждет, когда его позовут обратно на царство. И к нему, значит, и смученные ожиданием толпы людей идут, кланятся царю просить обратно. И вот, соответственно, крупный план царя был бы отдельно, и был бы отдельно народ. Эйнштейн свел вместе. Это так называемый кадр иероглиф, который он придумал как язык кино. И, собственно, если вы когда-нибудь захотите посмотреть и поизучать кино, это великий фильм, Иван Грозный, один из лучших российских, советских и вообще фильмов мировой истории. Их два всего. Это должна была быть трилогия. К сожалению, Сергей Михайлович умер. Второй фильм был закрыт. Сталин им положен на полку. Он, к сожалению, ожидал худшего в своей судьбе и умер. 48 лет от инфаркта, очень рано. И не сумел, и не успел сделать третий фильм. Но первые особенности, второй удивителен, потому что они сочетают в себе и вот эти кадры, там особый язык, и цветное изображение, и черно-белое изображение, и особый ритм. То есть, если вы захотите для себя разнообразить впечатление кино, если вы захотите почувствовать, что оно может вам рассказывать историю совершенно свободным и неожиданным образом, вы это без сомнения сделаете. Потому что у вас появится способ понимания действительности, в этом самом случае, с кино. Давайте посмотрим, самое простое, что есть. Вы наверняка видели и знаете Гарри Поттера. Гарри Поттер, история самая популярная была у недавнего поколения людей, которые закончили школу. Смысл состоит в том, что 7 фильмов, на самом деле их 8, 7 из двух частей, сделали очень разные режиссеры. Я хочу вам продемонстрировать, как одну историю могут делать по-разному люди с разным почерком. Для этого всего лишь навсего мы покажем трейлеры. Трейлеры делаются вообще другими людьми. Делаются абсолютно определенным, обязательным и естественным способом для того, чтобы пригласить в кинотеатры зрителей подобных вам. То есть, вроде бы, это все должно быть одинаково. Но при этом первый фильм сделал классик такого детского кино. Его зовут Крис Коламбас. И он делал, например, «Один дома». Вы наверняка, кто-то из вас так точно знает. «Один дома». Милое, детское, веселое, светлое кино. А третий фильм делал один из классиков современного такого авторского кинематографа. Его зовут Альфонсо Куарон. Он мексиканец по происхождению. Сегодня он один из лучших режиссеров Голливуда. Неоднократно удостоен главных, естественно, наград. И далее, чем в прошлом году. Он получил за свой фильм «Рома» три или четыре «Оскара». Включая «Оскар» за лучшую режиссуру и за лучшее операторское мастерство. И вот ему еще в тот момент, когда он приехал из Мексики, когда у него за спиной было только два очень небольших мексиканских, ну, авторских фильма. Ему предложили сделать Гарри Поттера, которого он не читал. И он сделал, имея свое представление о мире, свое настроение, используя тот язык, который он посчитал необходимым для создания этой истории. Итак, сначала первый фильм, напоминаю, Крис Коламбус. Крис Коламбус. Милейшая, милейшая рождественская сказка, правда же? Можно показать смело на Новый год, чем, собственно, и занимаются. И вот третий фильм «Узник Аскабана» делает режиссер совершенно другого стиля, который сумел убедить студию в том, что эта история предоставляет совершенно иные возможности. Сириус Блэк has cep uzys rust! Сириус Блэк иссяк读 от Аскабан rumah! ТРЕВОЖДЕК АКТА Сириус Блэк – этоae musician Третий фильм «Узник Аскабан Р 정부»? В первом фильме мы точно знаем, что с ними в общем ничего плохого не произойдет. Они, конечно же, их ждут испытания, но ничего плохого с ними не случится. Если вы видели, например, Джеймса Бонда, многие как бы фильмы видели, от первых до последних, да? Вы видите разницу между героем, вот тем, который был в начале, там Шон Коннери, которого играл, Роджер Мур, и тот, который сегодня изображает, собственно говоря, Дэниел Крейг. Вы видите разницу? Для себя не определяете, не заходите? Старые герои были романтические, абсолютные джентльмены, они никогда не убивали. Максимум, чего они делали, они наносили несколько ударов, их противники разлетались, и мы, причем, камера не обращала внимания, куда. Достаточно было нанести удар, все. Все, джентльмены, которые не потели, не бегали, не выглядели, так сказать, не так элегантно, выдающиеся мужчины, они были такими. То есть это были фильмы романтического периода, такие чудесные приключенческие истории. Дэниел Крейг абсолютно современный герой. Он бежит, он сражается, он потеет, у него нет никаких гарантий, что он победит. Его противники так же сильны, как и он. То есть история сказочного мира, Джеймса Бонда, это, безусловно, одна из сказочных вселенных, каковых немало, она изменилась. Она изменилась, потому что времена изменились. И у режиссеров сегодняшних авторов в руках инструмент. Этот инструмент, это пространство мира, которое они описывают, оно может быть более мрачным, более мистическим, насыщенным огромным количеством неожиданностей. Может измениться, у них в руках есть инструменты герои. Потому что герои, вы же понимаете, что если мы разыгрываем историю, каждый раз Гамлета можно ставить в любое время совершенно по-разному. Это зависит, почему, собственно, их и ставят на театре каждый раз, каждый раз заново адаптируя к собственным временам и собственным взглядам. То же самое и в кино. Вы берете один и тот же материал и переснимаете его, каждый 20-30 лет это может получаться совершенно иным образом. Совершенно иным образом, потому что времена иные, потому что мы иначе читаем, потому что мы видим за этим других героев. Сейчас идет в кинотеатрах Джокер. Вы же видели наверняка «Темный рыцарь»? И вы видели Хита Леджера в роли Джокера? Вы, может быть, видели фильм Тима Бертона с Джокером, да? Когда он играл, уже давний фильм, где Майкл Киттон играл, собственно, Бэтмена, а Николсон, мы имеем три варианта Бэтмена. Они разнятся. В одном случае веселый, остроумный, сумасшедший человек, который, как бы, на самом деле, разыгрывает перед нами руками великого Тима Бертона странную и, в общем, замысловатую, причудливую сказку, не более того. Ну, как, собственно говоря, рисовали этот комикс. Второй сделал выдающийся режиссер, потому что Кристофер Нолан, безусловно, выдающийся режиссер, который сумел насытить сказочную вселенную DC, насытить реальным содержанием своего времени. У него герой-социопат, который не слишком отличается своей особостью от главного героя, от Бэтмена, и он ставит вопрос о грани человеческого между, почему ты со стороны добра, говорит он в финале, а я с другой стороны, мы же одинаковы. И вдруг третья история, в которой мы исследуем процесс трансформации человека бесконечно больного, который попадает в общество несправедливости. И в этом обществе несправедливости он эволюционирует и превращается в то, с чем должен стать Бэтмен в следующем фильме. То есть страшное, коварное, абсолютно безжалостное существо. Но он рожден таким. И это каждый раз одна и та же история, которую режиссеры рассматривают по-своему, потому что время иное, и у них каждый раз свое высказывание. В то же время есть огромное количество выдающихся мастеров, которые пытаются каким-то образом вести диалог с прошлым, с выдающимся кинематографом прошлого. К сожалению, кино быстро уходит. И вы многого из того, что мы называете старым кино, не знаете, не видите. Хотя очень многие картины по меньшей мере представляют огромный интерес и в состоянии составить вам выдающееся времяпровождение, если вы увлечетесь. Но большие режиссеры, опираясь на них, в свое время, так сказать, сформировались и отдают им должное. Вот, например, видели ли вы фильм «Выживший»? «Выживший» — это картина одного из лучших современных, опять же, голливудских режиссеров, опять же, мексиканца, которого зовут Алекандро Гонсалес и Ниориту. И Алекандро Гонсалес и Ниориту после успеха нескольких своих замечательных картин, после «Оскара» за «Бордмана» за лучший фильм года, получил возможность сделать очень сложную картину, которая была построена на реальном материале, середина XIX века, вы все видели, но Ниориту, как многие мексиканцы, был невероятно увлечен русским кино, и он обожал великого Тарковского. У Тарковского было всего семь фильмов. Это главное русское имя в кино международное. Если вы где-нибудь окажетесь за границей, и люди будут разбираться в кино, они всегда будут знать Тарковского, как будут знать Бергмана, Орсена Уэллса или Буниеля. Тарковский сделал всего семь фильмов. Первый фильм его был «Иваново детство», вроде бы скромная история о мальчишке на войне, страшная и во многом, так сказать, обрушившая все каноны военного кино в свое время. В свое время она была сделана в самом начале 60-х. Потом великий эпический колосс под названием «Андрей Рублев», который очень сложной судьбой выходил на экраны тяжело. В советские времена его на несколько лет отложили. Он попал на Каннский фестиваль в те времена, можно было таким образом как бы прорваться и в отечественный прокат. Получил там несколько наград. После этого Иверн вышел в отечественный прокат, пусть ограниченный. Затем он сделал фильм «Солярис» по фантастической повести в те времена безумно популярного польского автора, такого философская фантастика Станислава Лема. И это была очень важная вещь, которая впервые начала рассматривать в фантастике вопросы поиска человека и человечности. Не приключений, но это произошло одновременно с великим фильмом Кубрика, о котором, может быть, вы слышали. «Космическая Одиссея» 2001 год. Это такая классика, на которой построены все сегодняшние космические фильмы. И к «Звездам», который недавно вышел в фильме Джеймса Грея, или «Интерстеллар» того же Кристофера Нолана. Но на самом деле вот «Солярис», потом появился огромный по значению авторский фильм, такая, как вы, если хотите, энциклопедия авторского кино под названием «Зеркало», в которой режиссер рассказывает свою личную историю, от автора которого не видно. Мы видим только время от времени его руки, слышим его голос. Это голос великого советского актера Иннокентия Михайловича Смоктуновского. Но он рассказывает о своих переживаниях, о своей истории детства, матери, которая как бы ждала отца, и война, и совершенно... Ну, как бы вся история 30-х, 40-х, жизнь в стране. И он, как бы живущий с женой, с которой не все ладится, и он не может найти общий язык с ребенком. И вокруг он окружен миром своей, любимой им русской литературы. Он сын поэта, как и Тарковский, был сыном великого русского поэта Арсения Тарковского. Собственно, вот «Зеркало» — это один из самых сложных и один из самых таких фундаментально важных фильмов авторского кино. Затем был «Сталкер» по Стругацким. Очень необычная, очень важная и, по-моему, замечательная совершенно, удивительная картина. А вот тоже отдельно можно говорить несколько уроков о них. И два фильма он уехал, после этого Тарковский уезжает за границу. И два фильма он делает в Европе. Один называется «Ностальгия» и один «Жертвоприношение». Всего семь фильмов, целая жизнь, великий режиссер. И вот посмотрите, вы увидите, как воспитанный на его фильмах режиссер цитирует Тарковского в фильме «Выжившие». Иными словами, вы понимаете, что языком кинематографа является монтаж. Является движение камеры, крупность, способ чередования кадров, цвет, атмосфера. Это называется язык. Но кино управляет еще и временем. Самое главное, что умеет кино, и этого не умеет, пожалуй, ни одно иное искусство так сильно делать. Это время. Потому что на экране человек проживает всю жизнь, или страна, всю историю, или человечество, как бывает, знаете, как у Спилберга в AI, в искусственном интеллекте, вообще заканчивает свое существование и остается робот после этого. Вы можете прожить на экране тысячи лет. Можете несколько мгновений. Но эти несколько мгновений будут развернуты во времени. И кинематографисты управляют временем совершенно особым образом. Они умеют его сочетать в кино, могут рассказывать. Вот опять же, я сегодня хотел... Об этом, обо всем можно говорить, очень сложно и долго. Но сегодня я хотел вам просто рассказать на примере ваших, ну как бы, фильмов вашего поколения. Те, которые вот недавно или до сих пор идут в кинотеатрах. И, например, недавно был фильм, опять же, вот не случайно сегодня мы вспоминаем его много раз, Кристофера Нолана, о нем можно говорить отдельно. Это выдающийся режиссер, чьи первые три картины были маленькими авторскими фильмами. «Фоллоинг», первый назывался, второй назывался замечательной картиной «Мементо». Если кто видел, о человеке, который не помнит ничего, у него такая неспособность запоминать все, что случилось до него. И он оставляет везде записочки, маленькие записочки для себя, чтобы восстановить, что было с ним. На себе пишет, рядом, в холодильнике оставляет. «Мементо» и третий фильм назывался «Инсомния», «Бессонница». Если кто видел, действие его происходит в белые ночи на Аляске. Главные роли Аль Пачино, это такой триллер. После этих трех небольших авторских фильмов, но очень впечатливших всех любителей кино, большая студия, Warner Brothers предложила ему перезагрузить франшизу, связанную с «Бэтменом». И он сделал эту самую трилогию о «Бэтмене», успех которой, это был «Бэтмен. Начало», затем «Темный рыцарь», который считается справедливо совершенно выдающимся художественным произведением, и третий фильм, завершающий трилогию. Эти три картины, собрав огромное количество зрителей и совершенно точно конституировав успех франшизы, дали возможность этому режиссеру делать очень необычное и сложное кино на территории больших блокбастеров. То есть появился фильм «Начало», «Инсепшн», который вы наверняка видели, «Где сон во сне, еще во сне». Это в чистом виде авторский фильм, сложнейшим образом устроенный, но студия доверяет большому режиссеру, понимает, что у него есть право, он имеет возможность, у него есть репутация у аудитории, аудитория приходит, и не ошибается студия в этом смысле. После этого он делает сложнейшим образом устроенный «Интерстеллар». И вот последний фильм, который я хочу вам показать маленький, вы наверняка кто-то из вас видел, это его последний фильм «Дюнкерк», в котором он делает удивительную вещь. Действие его происходит в трех параллельных местах, в трех средах. Одна среда — это земля, вторая среда — это вода, третья среда — это воздух. Почему? Потому что он придумывает специально, как это сделать. Это «Дюнкерк». Это 400 тысяч британцев, запертых немцами в этом маленьком бельгийском городке, и нуждающихся в спасении. Деваться некуда. Немцы не наступают, ждут того, чтобы англичане капитулировали и вышли из войны. И в этой ситуации нужно их спасти. Это знаменитая очень такая хрестоматийная история. Самое интересное, почему я вам хочу это показать, что он делает фильм, в котором все это происходит одновременно, одновременно, но действие на земле проистекает в течение недели, действие на воде в течение дня, а действие в воздухе в течение часа. И это все одновременно встроено. Посмотрите как-нибудь, когда у вас будет возможность этот фильм, с этой точки зрения. Это удивительное управление возможностями кино. Вражеские танки остановились. Куда мы направляемся? Дюнкерк. Я не вернусь назад. От этого не спрятаться, сынок. Его ведь почти видно отсюда. Что? Дом. Кинематограф состоит из огромного количества возможностей. И существует дикое количество инструментов, которыми пользуются кинематографисты, чтобы заставить вас, в том числе и вас, сопереживать событиям на экране. Это принципиальный момент. Сопереживать значит испытать мощные эмоции, значит, заразившись ими, прожить чужую жизнь. Это важная штука. Если научиться, ваша жизнь будет поинтереснее, чем просто восприятие кино как одного из множества развлечений, которые, ну, естественным образом, могут в большей или меньшей степени ответить на ваши потребности в настоящий момент. Это будет интереснее. Вы сможете следить за авторами, вы сможете опознавать авторский почерк, вы сможете полюбить каких-то авторов, каких-то возненавидеть. Точно так же, как это происходит с литературой. Что-то вы любите, что-то вы не любите, что-то вам близко, что-то вас захватывает, ужасно волнует. Вот точно так же и в кино. И это очень часто не истории, а способ их рассказа. Вот все, к чему я призываю вас, на что, вернее, призываю обратить внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok